Особое мнение на 101FM Банка России полномочиями в сфере аудиторской деятельности Эту сферу хотят реформировать И передать Банку России надзор за аудиторской деятельностью и аудиторами Могли бы вы сначала объяснить, что именно хотят изменить В чем заключаются эти изменения Я могу пояснить с двух сторон Могу с юридической стороны пояснить Могу пояснить со стороны Давайте сначала по существу По существу предполагается, что Во-первых, как вы уже правильно сказали Предполагается передать осуществление надзорно-контрольных функций От Министерства финансов в Центральный банк Российской Федерации Это достаточно существенное изменение Потому что если Министерство финансов Орган, скажем так, не заинтересованный И в большей степени он является классическим регулятором То плюсом мы понимаем, что у нас есть саморегулирование в отрасли То есть у нас есть несколько СРО Которые при взаимодействии с Министерством финансов Собственно говоря, и выстраивают определенную политику и правила игры То при передаче в Центробанк этих полномочий Мы попадаем уже в сферу более жесткого контроля То есть более детального и тотального анализа И более серьезных контрольных процедур Потому что Центральный банк наделен полномочиями Очень широкими с точки зрения водействия на субъекты финансовых рынков Вот, это первое Второе, по существу есть несколько ключевых моментов Которые подлежат реформированию Первый момент, который очень больно воспринимается Скажем так, аудитовским сообществом Это то, что предполагается повышение порога Для компаний, организаций, подлежащих обязательному аудиту То есть на сегодняшний день этот порог составляет 400 миллионов рублей То есть предполагается повышение его в разы То есть меньшее количество компаний будет подвержено обязательному аудиту Да 400 миллионов рублей это выручка Да, это выручка А объясните, пожалуйста, вот мне кажется не всем понятно А почему это плохо? Ну придется тогда немножко в экскурс аудиторской деятельности Такой небольшой ликбез провести Потому что на самом деле аудит воспринимается далеко не всеми участниками Как благо То есть предполагается Ну я даже многих директоров знаю Которые говорят о том, что да мне зачем Я так знаю, как у меня все хорошо То есть или все плохо И, к сожалению, в традиционных условиях Аудит у нас воспринимался как Ну некая такая предналоговая проверка То есть основной ценностью аудиторской деятельности Было, скажем так, некий такой контроль за исчислением налоговой базы За последние примерно 7-10 лет Эта ситуация немножко изменилась И гораздо большее количество участников вообще деятельности Понимают, что аудит это прежде всего здоровые финансы То есть это прежде всего возможность создать независимую структуру Которая бы позволила всем участникам И государственным органам И инвесторам Ну, наверное, самым важным Да И контрагентам на рынке Быть более-менее уверенным в том, с кем ты работаешь К сожалению Ну вот мы до сих пор видим ситуацию Когда крупные заемщики даже Которые достаточно большой объем кредитной задолженности Перед банками имеют Они имеют возможности не проводить аудит В последнее время практика включения обязательного аудита Для таких организаций Собственно предусматривается банками Часто очень, да Ну это последнее буквально время Но, к сожалению, его отсутствие Ну, как правило, не влечет каких-либо последствий Вот только-только начало, скажем так Проклевываться зернышко здравого смысла Когда вдруг увидели, что независимый аудит Который, собственно, формирует определенную ответственность субъектов Он действительно может ситуацию Ну, переломить, что ли От некой вот такого Вседозволенности, да И махинаций В сторону, ну, более честных и открытых отношений Друг перед другом вообще и в предпринимательской деятельности И в инвестиционной деятельности И здесь появляются вот как раз Такие изменения, которые так или иначе Сужают еще больше сферу аудиторской профессии Понимаете, когда аудит становится Ну, необязательным, невостребованным Непрестижным И молодежи меньше идет в эту сферу То есть, и сложно очень, скажем так, самим аудиторским организациям Оставаться на рынке Ну, как сказать Очень простой пример Сколько должен стоить труд аудитора Который проверяет и выдает заключение Скажем так, главному бухгалтеру Который получает порядка 200-300 тысяч в месяц То есть, это достаточно серьезные деньги должны быть Потому что аудитор по квалификации Ну, практически всегда должен Выше, чем главбух Он должен превосходить любого главбуха А на сегодняшний день на рынке зарплат С точки зрения аудиторов Цифры в разы меньше Я говорю про кировскую область В Москве, конечно, ситуация немножко более Как бы высоко, более лучше Ну, и Москва, город более дорогой И эти действия, они вообще Вот вы сказали про реформу, да Которую сейчас заговорили Ну, и тут, наверное, заслуга Общественной палаты, на самом деле Потому что, ну, это немножко другой формат Заслуга в чем? В том, что о ней все-таки заговорили? О том, что это обсуждение становится более открытой То, что это обсуждение, профессиональное обсуждение Стало возглавляться в том числе и обществом И общественными институтами Это заслуга, на самом деле Потому что мы ведь постоянно Во всех наших реформах Пытаемся, стараемся, собираемся Обсуждаем Но нас не слышат Либо это приводит в некий такой Достаточно закрытый формат Когда, ну, да, мы всех услышали Ведь всегда говорят Да, вы все говорите разумно Мы это примем, учтем Но потом не принимают и не учитывают И оставляют все как есть И потом это перекочевывают в итоговые варианты законопроектов А, ну, голосуем и понимаем Что у нас, к сожалению, избранники Государственной Думы выбираются Не по профессиональным качествам А по другим заслугам, скажем так Поэтому надо принять Значит, примут А когда уже принимаются Получается так, что Внести поправки какие-то гораздо сложнее, да? Естественно То есть мы же сейчас наблюдаем целый тренд Целое изменение И на самом деле диалога-то все равно не получают Аудиторское сообщество Вырабатывает какие-то поправки Предлагает Высказывает свои опасения Какие-то сожаления Но там как раз формируется На мой взгляд Совершенно свой тренд Который Может быть он и разумен Который может быть и выгоден государству даже В том числе Но с точки зрения профессии и института И доступности этого института Он, конечно же, приводит к тому Что Ну, этот институт будет все более закрыт И все более, ну Такая, скажем Коммерческая контрольно-счетная палата Которая будет проверять Ну, совершенно Свои вертикали Бюджетных средств Там Каких-то большие топовые компании И, собственно, там Компании, которые так или иначе Там Связаны с большими государственными контрактами Давайте мы сейчас прервемся Буквально на полминуты Это особое мнение Михаила Шевелева И после небольшого перерыва мы продолжим Особое мнение на 101FM Мы возвращаемся в эфир на 101FM Скажите, пожалуйста, обязательный аудит Какие компании подвергаются этой процедуре? Ну, на сегодняшний день Это компании, выручка которых превышает 400 миллионов Есть ограничения по валюте баланса Это коммерческие компании, госкомпании, без разницы Выручка больше, добро пожаловать Да, да, да Второй момент Это акционерное общество То есть публичное акционерное общество Ну, есть еще ряд требований к компаниям Которые, ну, в силу отраслевых норм Подлежат обязательной проверке аудиторской Ну, в частности, фонды благотворительные Прочие, то есть Организации, имеющие Свою Организационную правовую форму Как фонд То есть все, что Ну, то есть связано с общественными финансами Связано с необходимостью прозрачности Это, кстати, абсурд Потому что есть фонды, которые Ну, существуют, скажем, на совершенно небольшие гранты У которых выручка Ну, не выручка А суммы доходов могут составлять там Совершенно небольшие десятки, сотни тысяч рублей Они подлежат тоже обязательному аудиту На самом деле Вот С другой стороны Действительно, вот этот вот формат прозрачности И он по идее должен формировать Вот здоровые отношения Здоровые Ну, не знаю, во всех смыслах Потому что прозрачность всегда Приводит к адекватным ответам на все вопросы У нас вот на сегодняшний день Ну, например Мы все знаем, что есть проблема С инвестиционными проектами Которые поддерживаются государством Проблема какого рода? Проблема того рода, что У нас записана необходимость мониторинга этих проектов Но денег-то на этот мониторинг нет И этот мониторинг Хочется осуществляться не профессионалами Либо людьми, которые Ну, собственно Собрали отчеты Вот мы провели мониторинг Ну, уж как смогли Хотя на самом деле Проводить аудит этих проектов На мой взгляд Было бы очень правильно Плюсом На этот аудит нужно реагировать То есть Если бы вся система была достаточно Ну, такой Действительно независимой То она бы Принесла очень много пользы Ну, с точки зрения Сняла бы очень много напряженных вопросов Ну, с точки зрения, например Освоения лесов, да То есть Был бы контроль Был бы обязательный аудит Тех проектов Которые Имеют определенную поддержку Государственную поддержку То, может быть, и отношение было бы другое Потому что аудиторы пришли Проверили И мы платили их работу И Собственники Инвесторы Получили бы определенный результат Определенный ответ Все ли соблюдается Все ли законодательство соблюдается Насколько отчетность соответствует Действующему законодательству Вот Ну, как-то так А насколько я знаю Еще одно новшество Касается Численности аудиторов В конкретной Аудиторской Компании Я сейчас Не могу точно сказать Докурный проект Читали То ли 7, то ли 12 Аудиторов должно состоять В аудиторской Компании На сегодняшний день Ну, мы, по сути, можем Говорить о том, что Большинству компаний Аудиторской Кировской области Для того, чтобы Выжить Придется Объединяться То есть Это как минимум Кроме того Предполагается Ведь еще Реформа Не только численности Аудиторов Но и Реформа Самой процедуры Оценки Квалификации Аудиторов Потому что На сегодняшний день Существуют Аудиторы С двумя видами Аттестатов Так называемым Общим аттестатом Полученным В свое время Еще при Министерстве Финансов Российской Федерации И новым Единым Аттестатом Речь идет О некой Переоценке Да То есть Предполагается Что будет введена Какая-то совершенно Новая Оценка И новая Процедура Выдачи Аттестатов И я подозреваю Что Ну Очень немного Будет желающих Пройти Эту новую Процедуру Ну Просто Даже в силу возраста То есть В нашей профессии К сожалению Получилось так Что Средний возраст Аудиторов Он Выше 50 лет То есть В целом Отсутствие Прихода Может быть Большого количества Молодых людей Необходимость И скажем так Удержание Собственниками Компаний Аудиторов Которые уже Вышли на пенсию Скажем так То есть Все это приводит К тому Что средний порог Он очень серьезно Увеличивается И Людям В этом возрасте Достаточно сложно И тяжело Будет пройти Какие-то новые Испытания Которые связаны С выдачей Нового аттестата Да и Нет Наверное Необходимости Что за критерии Для переаттестации Переоценки Аудиторов Они должны будут Что экзамен Сдать Да Конечно То есть Раньше как было Раньше было так Что аудиторы Делились На три Скажем так Категории Вот одни Специализируются На общем аудите То есть Всех Компаний Которые действуют Ну В коммерческом секторе Может быть В государственных Отношениях А второй вид Специалистов Он был связан С банковским аудитом То есть Это специализированный аудит Финансовых учреждений И собственно Ну там своя форма отчетности Да Там своя Система учета Свои Скажем так Свои счета Своя специфика Своя специфика Правильно И была третья форма Это организации Которые Ну скажем так С небюджетными фондами И тоже Ну со своей спецификой были И в какой-то момент В начале Десятых годов Была проведена Реформа И почему-то Решили Что Специалисты Ну как Аудиторы Должны Обладать всеми знаниями Во всех отраслях И появился Так называемый Единый аттестат То есть Те кто желали Они могли Зачесть Скажем Свой аттестат В качестве Некого бонуса И По упрощенной процедуре Пройти экзамены И получить Аттестат Единого образца Кстати И сейчас всем предлагается Получить как раз Аттестат Единого образца Или нет На сегодняшний день Предполагается Обратно Уйти в режим Некое разделение Специализации Ну я считаю Что специализация На самом деле Это правильно Потому что Ну Есть компании Целые Которые Специализируются Например На финансовых Учеждениях Потому что Там есть Действительно Своя специфика И финансы Банковских Организаций Они достаточно Серьезно Отличаются От финансов Коммерческой Организации Занимающейся Торговлей Производством И специфика Очень разная А быть Специалистом Во всех Отраслях Как бы Одновременно Ну Это на мой Вгляд Не совсем Правильно Не совсем Обоснованно Но тем не менее Такая реформа Тогда была проведена Хотя против нее Очень многие Возражали Именно В профессиональном Сообществе Сейчас Опять же Другая Немножко Реформа Происходит В обратную Сторону В этой части Ну Не знаю Мне кажется У меня Честно говоря Есть очень Большой Такой Ну Не то что Пессимизм Но Большое Непонимание Потому что На самом деле Во всех странах Аудиту Отводится Очень Существенное Место С точки зрения Экономической Безопасности Страны У нас же Почему-то Вот это вот Лобби Которое Существует В Москве Те подходы Которые Ну Грубо говоря Продавливаются Скажем так С изменением Законодательства Оно Нацелено На Укропнение А укропнение Приводит К тому Что Основные Заказы Основные Интеллектуальные Мощности Что ли Они концентрируются В руках Так называемой Большой Четверки Большая четверка Это Pricewaterhouse Это Airson Young Это KPMG И это Deloitte & Tuch Это четыре Большие Международные Франшизы По сути Которые Уже на сегодняшний день Они проверяют Если с точки зрения Аудита брать То это более 80% Всего рынка А при Таком Укропнении Мы придем К тому Что просто Вся информация У этих Организаций Отсутствие Конкуренции На этом рынке Она по сути Приводит К определенной Незащищенности Даже данных И Я вот Не понимаю Эту логику Просто с точки зрения Безопасности страны При том что Небольшие аудиторские Компании В регионах Они либо Вынуждены будут Переквалифицироваться Ну скажем Такой На финансовый Консалтинг Многие уже На сегодняшний день Переквалифицировались И наряду С осуществлением Аудиторской Деятельности Занимаются Ведением Бухгалтерского Учета Занимаются Оценочной Деятельностью То есть Ну на самом деле Кажем так Интеллектуальный труд Финансистов Он будет востребован Другое дело Что он будет Менее что ли Стандартизирован И от этого Мы придем Опять же К тому что Мы скорее всего Сделаем шаг назад Потому что Будут появляться Компании И предлагать Услуги Которые Не совсем Качественные Не совсем Соответствуют Требованиям Заказчика А от этого Будут страдать Все То есть Появление Аферистов Она никогда На рынке Не делала Ну какого-то Институционального Совершенствования Вот я хочу Сейчас Процитировать Статью С сайта Общественной Палаты России Так Сейчас Секунду В связи С заменой И отменой Аттестатов Цитата Более 15 тысяч Аудиторов Потеряют Право На ведение Своей деятельности Это наверное Еще История Про тот самый Малый бизнес Да Аудиторские Компании В регионах Там небольшие Состоящие Не знаю Из одного Двух аудиторов Это ведь тоже Бизнес Ну на самом деле Действительно так То есть в Кирове Я так полагаю Что порядка 40 человек Которые обладают Эстетатом Вот И это те люди Которые Ну по сути-то Они являются Светом Такой финансовой Экспертной Деятельности Но Реально Скажем Заставить их Перездавать То есть Получать Новое Тестат Знание Не изменится И А то что Они прекратят Действительно Право От них будет Отнят Ну это действительно Так То есть И Будут вынуждены Продолжать Уходить В такой Частный сектор Уходить На должности Замов Где-то По финансам Где-то Ну может быть В бюджетной Должности То есть Возможно Они-то не пропадут Но институт Это мы можем потерять А в чем смысл Передачи аудиторов Под ведомство Банка России Почему Под Минфином Нельзя оставить Ну я попробую Предположить На самом деле Потому что Мы понимаем Что на сегодняшний день Банковская система Испытывает Очень серьезное Потрясение Мы видим Банк открытия Который Ну В котором Очень большие дыры Там Да То есть Мы слышим О различных слухах Которые Связаны С возможной С возможным Отзывом Лицензии У банков Из топ Десяти Топ пяти Даже То есть Мы Читаем С вами Телеграм Каналы Которые Одни из самых Успешных Тоже связаны С финансами И В них Показываются Разные Движения Которые К сожалению Так или иначе Совершались На этом рынке Которые Совершались С пенсионными Накоплениями С пенсионными Фондами С игрой На различных Биржах Вот И Говорится Говорят Ну Одна из версий Такова Что Банк Недоволен Качеством Аудиторов Которые Аудируют Эти банки И вроде бы Пусть они будут Аудиторы Под нашим Контролем Чтобы мы Могли им Выставлять Свои Требования По Проверке Скажем так Да Но Мой взгляд Это абсолютно Неправильно Потому что Банк СБ Ну Центральный банк России Он На самом деле Сам подлежит Обязательному аудиту То есть И как Получится Получится так Что Аудиторская компания Которую Он регулирует Будет проверять Этот банк Ну И вызывать заключение Относительно Очень интересная Конструкция Да Она Ну На мой взгляд Очень нелогична И неправильна И с другой стороны На мой взгляд У Центрального банка Достаточно Механизмов Для того Чтобы осуществлять контроль По крайней мере То что я слышал Те Жесткости Которые Которыми Сталкиваются Обычные Держатели Расчетных счетов В банке Да То есть Требования Там Предоставления Документов Подтверждения Тех или иных Операций Оно говорит о том Что банк Регулирует Ну Влияет На Отчетность Ну И на составление И на контроль За Другими Ну Финансовыми Учреждениями Есть лицензирование Банков Есть куча Ну Возможности Зачем Им аудит Я не совсем понимаю При том что Аудиторы Это очень Действительно Квалифицированное И Самое Это парадоксальное В том Что с этого Года Аудит У нас В стране Осуществляется По международным Стандартам То есть Если до этого Мы Ну Скажем Адаптировали Под себя Национальные Стандарты Аудита Ну На основе Международных Естественно Но Немножко Прочтение Другое Было И форма Взгляда Другая Была То с этого Года Появление Международных Стандартов Аудита Оно ведь На самом деле Через Несколько лет Должно Изменить Вообще Стратегию Взаимодействия Аудитора С Субъектом Компания 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 Сейчас Большое Значение Будет Уделяться Людям Осуществляющим Корпоративное Управление Организацией Взаимодействие Не с директором И главным Бухгалтером А взаимодействие С председателем Совета Директоров Будет иметь Большое Значение Более Важное Скажем Так И Это тоже Нацелено На прозрачность На Изменение Неких Подходов И Вот честно Говоря Вот эти Некие Дергания Метания По какому-то Особому Пути Они Не делают Чести В целом Нашей Такой Скажем Структуре Общественно Экономического И политического Устройства В стране Давайте Михаил Мы на этом Прервемся Буквально На пару минут Это особое мнение Михаила Шевелева Сейчас мы уйдем на рекламу Очень скоро вернемся Телефон рекламной службы 410-424 Особое мнение На 101FM Общаемся в эфир На 101FM Программа Особое мнение В гостях у меня сегодня Михаил Шевелев Председатель совета По аудиторской деятельности При Вятской торгово-промышленной палате В первой части программы Мы подробно Обсудили Реформу Аудиторской деятельности В России Хотят передать Эту сферу Под контроль Банка России Сейчас она под контроль На Минфину И внести ряд Других изменений Но Во второй части программы Михаил Я хочу поговорить Про наш бюджет Очень хорошая тема Да Есть прекрасный документ Который называется Бюджет для граждан Всем кто интересуется Даже не специалистам В очень доступной И понятной форме Изложенной информации Я вот прям Рекомендую загуглить Скачать этот документ Для себя И изучить Потому что Вот прям Интересно Все очень наглядно Графики Столбики Диаграммы Очень хорошо Все видно Вот первый И главный Мой вопрос Смотрим Расходы Запланированные На 18-19-20-е годы Расходы бюджета В 2017 году Это 46 и 258 Ну получается 46 миллиардов 258 миллионов рублей На следующий год 46 миллиардов 696 миллионов На 19-й год 46 миллиардов 632 миллиона На 20-й год 46 миллиардов 89 миллионов Ну мы понимаем Что тренд идет На снижение Вопрос Как регион Будет развиваться При наличии Такого бюджета То есть это не бюджет Развитие От слова Совсем Совсем Ну на самом деле Интересным является И я этого не сделал Посмотреть бюджеты Последних трех лет Потому что Вот практически По одной И той же кальке Этот замечательный документ Презентация Создается последняя Ну если я не ошибаюсь Три года точно То есть он так же Формируется Там на ближайшие Три года И вот Динамика этих цифр Ну может Вызвать определенный Как бы интерес Но могу сказать Что по всем Трем бюджетам По всем Трем Презентациям По которым я смотрел Есть одна Очень Характерная Особенность Давайте Они очень ровные То есть они Вот прямо Практически Тютелька в тютельку Повторяют предыдущий год Вы это имеете ввиду Или что Они меняются То есть там Какие-то цифры есть Какие-то изменения есть Я более того Я уверен В том Что есть Обоснование Тому Почему эти цифры Меняются Но Это застывшие подходы К формированию Основанные на Неком Исторически Сложившихся Бюджетных отношениях То есть Грубо говоря Ничего не должно Меняться Не надо Ничего Трогать В этой Замечательной Стабильности То есть Я бы назвал Этот бюджет Это Классический Застой То есть Мы Не предполагаем Каких-либо Прорывов Не предполагаем Каких-либо Изменений Даже методики Этого Подхода К составлению Бюджета Понимаете И вот Это самое На мой взгляд Обидное Подождите А какой может быть Прорыв В методике Составления бюджета Вот ты спрогнозировал Там налоговые Неналоговые Доходы Ну Я могу Предполагать Что можно было Можно было Совершить прорыв Представлений Дан Ну например 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 Да То есть Мы Видим документ В котором Примерно Дается Социальная Характеристика То есть Сколько у нас Поселений Сколько жителей Чем мы богаты Ну так очень Простенько Для граждан Написано Вот Второе Мы видим Основные Элементы Политики Ну то есть Налоговой политики То есть За счет чего Мы будем Повышать Собираемость Налогов Мы видим Основные Подходы К повышению Доходной части Бюджета Да И мы видим Ну там еще Там пара элементов Которые связаны Вообще С финансовой Политикой Кировской области Вот если мы Возьмем За последние Три года Вот эти вот Строчки Да Мы можем Переоставлять Только по местам То есть Там Каких-то Новых форм И новых Слов Практически Не звучит Вот При том Что Существуют Достаточно Серьезные Финансовые Рычаги Инструменты И механизмы Которые На следующие годы Предусматриваются Предусматриваются Ну например Для все Три года Написано о том Что мы будем Бороться с черной Зарплатой Это ведь Как бы у нас Основной Выход Из тупика Чем больше Белой зарплаты Тем больше Налогов Тем лучше Мы живем Но при этом Во всех Бюджетах Увеличение Доли НДФЛ В Структуре Налоговых Доходов Ну по сути Увеличивается На инфляционную Составляющую То есть На некоторую Составляющую Которая Ну Очень так Кажем Оптимистично Ставит себе Задачу В чем Особенность Бюджет Ставит задачу Себе То есть Правительство Ставит задачу Себе Вот если вы себе будете бюджет формировать Вы его как будете делать Рискованный Или как-то такой Консервативно Оптимистичный Ну Ближе к жизни Ну Абсолютно Оптимистичный Лучше Больше заработать И потом Как-то это потратить На свое удовольствие Нежели Это Ну Сейчас предусмотреть А потом не сделать То есть Нету прорыва Даже в постановке Задачи самих себе И нету прорыва В подходах То есть Ведь если Мы говорим о том Что Мы выводим Там Зарплату Из тени То мы должны Поставить себе Какие-то Цифровые показатели Насколько Мы будем Это И за счет чего Это будет сделано Ну а вот например Смотрите 2018 год Я сейчас смотрю Графу НДФЛ 11 миллиардов 252 миллиона Налоги 2019 год 11 миллиардов 795 миллионов Вот цель себе поставили Вывели зарплату из тени Собрали больше НДФЛ Нет Мы ведь понимаем Что практически Все На сегодняшний день Все работодатели Берут на себя Определенные обязательства По индексации Заработной платы Да Да Я как работодатель Могу вам точно сказать При последней проверке Трудовой инспекции Мне было внесено Рекомендации И предписание О том Чтобы я заключал Свои договора С точки зрения Того Что я беру на себя Обязательства Регулярно индексировать Увеличивать заработную плату Как минимум На сумму инфляции Это в этом мире происходит В этом мире В нашей области Я уверен Что многие работодатели Знают об этом Может кем-то Неформальные разговоры Проведены Ну хорошо Да Вот индексация Это индексация То есть она же Фактически присутствует То есть возможно Вот Если традиция То есть трудовая инспекция Провела Разъяснительную работу Вы проиндексировали И заплатили Больше налогов Мы об этом говорим Мы же говорим о том Что у нас официально Зарплата должна быть Цель себе поставили Нет Я согласен Но тогда ведь Нужно расписать О том Что мы За счет Увеличения И вывода Из тени Вот столько-то Мы выведем И столько-то Мы заработаем Дальше Давайте посмотрим То есть Там есть Некая Такая Высшая цель Это Наполнить Наши промышленные Парки Резидентами Там есть такая цель Она прописана То есть Соответственно Было бы очень интересно То есть Сколько у нас появится Резидентов И сколько у нас Увеличится бюджет Сколько вешать в граммах Да Очень интересной цифрой является Ну мне как гражданину Может не для меня Этот бюджет составлен Да Но мне очень интересно И для вас в том числе Михаил Динамика роста налога на прибыль Мне непонятно Налога на прибыль организации Да Ой Я сейчас расскажу Это просто песня Потому что 2017 год Извините Я сейчас просто озвучу 6 миллиардов 452 миллиона Так Я так понимаю Что это миллиарды У нас все-таки Да 6 миллиардов 2018 год 6 миллиардов 644 миллиона 2019 год 7 миллиардов 123 миллиона И 2020 год 7 миллиардов 490 миллионов Как хорошо должен жить бизнес В 2020 году Ну лучше он должен жить Чем сейчас Но как минимум Он должен не перерегистрироваться В другие регионы И самое главное Он должен начать Оставлять здесь Прибыль То есть он должен Здесь оставлять Добавленную стоимость Он должен начать Больше зарабатывать Давайте начнем с этого Ну и с этого тоже Конечно Что в наших Существующих реалиях Наверное Проблематично А там цифра За 16-й год Какая там была А цифра За 16-й год Отчетная 6 миллиардов 86 миллионов Ну то есть Прогноз на 17-й год 5 миллиардов 63 миллиона То есть мы на миллиард Меньше в этом году Соберем А так подождите Нет Секунду Секунду Это видимо Это видимо по факту То что на данный момент А 2017-й в оценке Извините 6 миллиардов 452 миллиона То есть миллиард мы еще доберем Да Ну я Вот этот подход Он более такой Что ли Ну интересный Понимаете Там где написано Про субсидии Субвенции Вот я честно говоря До конца Сам Ну не готов Вот сейчас там Без Вспомогательных условий Там назвать Чем там они отличаются Там дотации Субвенции Субсидии Но я точно знаю Что на следующий год Например там Миллиард там Нам предусмотрен Там по программе Безопасные комфортные дороги Ну безопасные дороги Да То есть у нас В этом году часть денег пришло В следующем году Тоже запланировано часть денег Вот Какую долю Составляют Вот эти вот Расходы на дороги Вот в этой части Я Ну Может Невнимательно посмотрел Но Вот такой подход Мне был бы Гораздо более Интересен И понятен Понимаете То есть Я знаю Что там На мост Например Денег будет меньше Который Путепровод строится Да Соответственно За счет него Там Будет Ну Меньше этих денег Но В целом Вот если вот эти нюансы Убрать Проектные Мы Не видим По большому счету Задачи Которые поставлены Например Министерству Как у нас Сейчас правильно По предпринимательству То на 20 Ну То что Я поняла Там просто Сейчас еще происходит Некое Перераспределение Функций В правительстве Сейчас Называется Министерство Развития Предпринимательства И торговли По-моему Как-то так Да Да И Ну Пусть Не обязательно Это министерство Но каждое Министерство Ведет определенную Работу Во взаимодействии С федеральными Органами власти С федеральными Органами власти По получению Дополнительных денег И мне было бы Интересно Кто какую работу Ведет Какое министерство Сколько федеральных Денег привлекло Кому какая задача Поставлена И кто как Действительно Кто как поработал Кто так поработал Михаил Нам к сожалению С вами пора Закругляться Уже звукорежиссер Нам делает Недвусмысленные Намеки Но я вот сейчас Озвучиваю Одну статью Расходов И мы закончим Расходы на средства Массовой информации Это предоставление Субсидий 11 редакциям Газет Ну видимо Это газеты Правительства области 2018 год 69 миллионов рублей 2019 66 миллионов рублей 2020 Тоже 66 миллионов рублей Вот Хотела бы я с вами Конечно Обсудить еще этот момент Но Видимо Оставим на следующий раз Благо Бюджет большой Да и вы не последний раз К нам приходите в эфир Спасибо Это был Михаил Шевелев Его особое мнение Председатель совета По аудиторской деятельности Привятской торгово-промышленной палате Я благодарю вас за эфир Спасибо Юлию Эфир для вас свела Юлия Афанасьева Всего доброго И до свидания Особое мнение На 101FM